Привет, друзья! Прошло уже 42 дня с того момента, как я запустил фьючерсных ботов на Binance и на Bybit. В этом видео мы сравним, какой бот принес больше прибыли, потому что я использовал стандартные настройки. На Binance и на Bybit я просто зашел, вбил сумму, сколько я хочу инвестировать. Я инвестировал и туда, и туда по 300 долларов. И сейчас мы с вами посмотрим, сколько мы с этого заработали и сравним боты на этих биржах. У меня есть первая часть видео, посмотрите ее, если не смотрели, там я показываю результаты. Как я, во-первых, настраиваю бота и показываю свои результаты спустя 15 дней. По-моему, я записывал. Я должен был записать спустя 30 дней, но я был в Дубаях на форуме... В Дубаях. Я был в Дубае на форуме Blockchain Life и вообще просто возможности не было записать. Вернулся домой, поэтому сейчас вам все покажу. Итак, барабанная дробь. Bybit принес нам 59%. Охренеть просто, если честно. 300 долларов я сюда инвестировал и в итоге у меня получилось 479 долларов. 179 баксов он наторговал. Давайте посмотрим. Вот, он торговал в паре Bitcoin к USDT. Сейчас у нас цена маркировки 21400. Вот оно видео, которое я записывал, когда только настраивал этого бота. И здесь цена биткоина была 23 тысячи. Вы видите это? 23 тысячи. А сейчас биткоин стоит 21500. То есть биткоин упал с 23 до 21 тысячи, а бот наоборот заработал мне денег. Потому что бот работал по нейтральной стратегии. Иногда он открывал шорт позиции, иногда лонг позиции. И в итоге это принесло мне 60%. Вот уже показывается прям полноценный 60%. 180 долларов плюсом. Нажимаем подробная информация. И здесь мы видим, что это получается 521% годовых доходность. И инвестиции у меня были всего лишь 300 долларов. Вот здесь можете посмотреть время запуска, ID бота, если вам нужно. И еще раз, настройки все были абсолютно стандартные. Я просто зашел в раздел инструменты, торговый бот. Выбрал фьючерсный гринд бот. И здесь стратегию искусственного интеллекта я оставил. В билд сумму и нажал создать. Ничего не менял. Теперь с точно такими же настройками, ничего не меняя, я просто зашел на Binance. И то же самое сделал 42 дня назад. Давайте посмотрим, какой результат спустя эти же 42 дня на Binance. Вот он мой торговый бот. И он принес 10% общая прибыль. Здесь есть нереализованные убытки. Это 7%. То есть сейчас открыты сделки на минус 7 долларов. Но если их закрыть, то чистая прибыль будет 10%. Это 31 доллар. То есть из 300 долларов сверху он не заработал 31 доллар. Того у меня стало 331. На Bybit же это 180 долларов сверху. Я думаю, вы видите, какая разница. И тоже видите, что бот запущен одинаковое количество дней, часов и даже минут назад. 42 дня, 3 часа и 44 минуты. И здесь он 42 дня, 3 часа и 45 минут на Bybit запущен. То есть в одно и то же время там разница, минута. И там, и там использовались стандартные настройки. Я знаю, что сейчас многие из вас захотят зарегистрироваться, тоже потестить бота. Но помните, что при регистрации лучше используйте бонусные ссылки. Они вам дают дополнительные бонусы при регистрации. И вы получаете дополнительную прибыль просто за счет того, что вы пополнили баланс на бирже. Мы являемся партнерами биржи Bybit и партнерами биржи Binance. Соответственно, на Binance получаете от нас 20% скидки на комиссии при регистрации. Они действуют у вас. На Spot, на фьючерсах 10%, но это максимальные скидки на комиссии. На Bybit вы получаете при регистрации максимальные бонусы. Еще раз, больше ни у кого нет, потому что мы являемся партнерами бирж. И потом вам нужно будет просто зайти в раздел инструменты, торговый бот и опять же настроить, как я вам только что рассказал. На бирже Binance то же самое. В разделе торговли есть раздел торговые стратегии. Можно настроить фьючерсного бота, можно спотового бота. Как с телефона, так и с компьютера делается это все максимально просто. Еще раз, у меня настроен был фьючерсный бот. Что я буду делать со своими ботами? Я думаю, что ничего не буду делать. Мне все нравится. Честно говоря, можно было бы забрать прибыль, 300 долларов забрать, на 180 долларов запустить нового бота. Это будет уже без убыток, так сказать. Я буду торговать уже не своими деньгами, точнее бот будет торговать. Но я сделаю не так. Я хочу, чтобы этот бот проработал максимально долго, потому что хочу показывать результаты. Если бы я не снимал видео для себя, и это были бы большие деньги, не 300 долларов, а 30 тысяч долларов, тогда бы скорее всего я бы так и сделал. Но сейчас пусть боты дальше работают, потому что спустя 30 дней был результат поменьше, чем сейчас. Смотрю, 42 дня уже прошло, боты еще больше наторговали прибыли. Но на Binance, честно говоря, меня очень расстроил бот, потому что у меня было отдельное видео на канале, где бот на Binance торговал 100 дней. И за 100 дней он принес 100%, то есть 1% в день приносил бот на Binance. Да, это был тоже бот, настроенный просто. По-моему, я его настраивал тоже в нейтральной стратегии, со самыми стандартными настройками. Но там 1% в день был, да, а здесь получается за 42 дня всего 10%. Как бы это тоже неплохо на самом деле, с учетом того, что мы торгуем в паре Bitcoin-Dollar. Это тоже неплохая доходность, но на Bybit доходность гораздо выше. Оказалось, не значит, что если вы настроите бота, то у вас будет такая же доходность, потому что доходность в прошлом, во-первых, не гарантирует доходность в будущем. Это правило, золотое правило, не знаю, просто инвестиций и вообще всех рынков. То же самое и с торговыми ботами. Если сейчас была благоприятная ситуация и торговый бот наторговал в плюс, не значит, что если вы его настроите, он вас тоже наторгует обязательно в плюс. Но, опять же, если у вас есть желание небольшими суммами протестировать, как это все работает, то обязательно это сделайте. А знаете, я сейчас подумал, наверное, я все-таки запущу еще одного бота, потому что мне действительно нравится доходность, которая здесь получается. И я запущу еще одного фьючерсного бота на, пожалуй, где-то 3000 долларов. Нажимаю в разделе «Инструменты», «Торговый бот», «Фьючерсный гринд бот», «Кнопочку «Создать». По поводу стратегии, честно говоря, даже не знаю. Разумно было бы скопировать стратегию с того бота, который уже мне приносит прибыль, и просто вписать ее в разделе «Ручная настройка». Ну, потому что, по сути, вот они настройки, которые мне до этого принесли прибыль. Логично, что они могут принести прибыль и в будущем, если до этого все хорошо работало. Но, с другой стороны, текущие настройки стандартные по ИИ-стратегии подстроены под текущий рынок, и они стоят на основе анализа текущего рынка. Возможно, логичнее было бы оставить их. На самом деле, здесь у меня было 43 сетки, здесь 44 сетки. Количество сеток сильно не отличается, но вот отличается диапазон, потому что ценовой диапазон здесь в боте, который мне предлагает 20,5 тысяч до 23 тысяч долларов. У меня же было тоже с 20,5 тысяч до 25, то есть у меня выше ценовой диапазон. Тут вопрос того, ожидаю ли я, что биткоин пойдет выше 23 тысяч долларов в ближайшее время, потому что если биткоин выйдет из ценового диапазона, который у меня указан в настройках бота, то бот просто остановится, перестанет торговать. Но я, честно говоря, очень легко ожидаю, что он может снова подобраться к 25 тысячам долларов. В то же время я ожидаю, что он может и чуть-чуть ниже 20 сходить, но это будет краткосрочно. Опять же, это сугубо мой анализ, который я ни в коем случае сейчас не транслирую, это не какой-то совет или рекомендация, но я использую настройки предыдущего бота, который уже у меня здесь торговал с заходностью 60%. Вау, смотрите, какую крутую штуку нашел. Я могу нажать кнопку поделиться, и вот эта вот ссылочка ведет на трейдинг бота, и я смогу его скопировать, и вы тоже, если захотите, сможете скопировать стратегию этого бота. Опять же, не говорю, что такая же прибыль будет в будущем, но прикольно, что такая возможность есть. Получается, я тоже сейчас перехожу по своей же ссылке, вы скопировали торговую стратегию пользователя, нажимаю подтвердить, отлично. И у меня сразу же вбиваются все эти настройки бота, и здесь я только вбиваю цену, сколько я хочу инвестировать, 3000 долларов. Ну, как настоящие хомяки, повышаем ставки, да, если заходит, нажимаю кнопку создать, подтвердить, отлично. В описании тоже оставлю ссылочки на настройки. Ну, и давайте через неделю сделаю отдельный пост в Telegram канале, как вообще вот этот бот поживает на 3000 долларов. В следующих видео, естественно, мы будем обновляться, буду рассказывать вам, что произошло через 60 дней, через 100 дней, и вы увидите, что с этим ботом происходит. Надеюсь, он у меня будет работать плюс, и все будет окей. Но на Binance мне результаты не очень понравились, поэтому пока что не буду запускать новых ботов, но старого тоже не буду останавливать, будем отслеживать его результаты в новых видео. Спасибо за просмотр, надеюсь, что данное видео было для вас интересным и полезным. Еще раз, я снимаю это в развлекательных целях исключительно, потому что такие вот необдуманные вложения денег, они могут быть интересны в качестве эксперимента и видео, которое вы смотрите на YouTube. Но если вы вкладываете свои деньги, которые для вас значимы, то вы несете только сами всю ответственность за то, что вы делаете с этими деньгами. Поэтому обязательно об этом помните и обязательно регистрируйтесь по нашим ссылкам на бирже Bybit и Binance. Потому что для наших ресфералов, для тех, кто регистрируется по нашим ссылкам, мы регулярно проводим разные акции и раздачи, которые приходят вам просто на кошелек или в бонусный центр, о чем мы вас оповещаем в нашем Telegram канале. Все, всем хорошего заработка, всего хорошего, удачи, пока.